Всем привет! С вами снова я и вы на кухне с дилетантом. Сегодня мы с вами будем выпекать батат. Как же у нас батат выглядит? Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите, какой прелестный бататик. Как же правильно выбрать батат? Старайтесь выбирать батат среднего размера, примерно 20 сантиметров. Вот, видите, 20 сантиметров. Обратите внимание на его кожуру. Она должна быть гладкой, без трещин. Но я, конечно, не очень выбрала хороший батат, потому что я же дилетант, только потом задумалась об этом. Нет, выбираем твердый батат. Обязательно приготовьте острый нож. Такой? Такой? Или вот такой? Перед тем, как наш батат пойдет в духовку, на вечную огонь, мы должны его смазать по маслу, а литковым желательно. И пиццем. Конечно же, в первую очередь нам нужно помыть батат. Напор слабый. А у вас нормально сейчас с напором? И все-таки, что же полезнее? Запекать, жарить или варить батат? Батат очень, очень полезен в любом виде. При варке он теряет часть полезных свойств. Жареный батат. Все зависит от масла, на котором его жарить. Запекание он сохраняет больше всего витаминов. Такое обилие витаминов очень кстати в наступающий зимний период. Ну что ж, а теперь перейдем к ингредиентам. Один большой батат. Специи по вкусу. Соль. Сушеный базилик, чеснок. Копченая паприка. Смесь прованских трав. Все берем, все забираем, все добавляем, добавляем. У меня всегда разное. Оливковое, масло авокадо, ореха и прочее. Можно попробовать масло тыквенное. Тоже, кстати, рекомендую. Очень вкусно. Начинаем. Сначала мы срезаем кольчики. Конечно, это важная деталь, как у морковки. Мы отрезаем концы. Нарезаем батат кольцами. Я говорила, что нужно обязательно острый нож. Максимально. Так как вы на кухне с дилетантом, шинковать чоп-чоп я буду делать не так профессионально и быстро, но, глядишь, я натаскаюсь и натренируюсь. Ой, видите, у меня уже появилась нарубка. Надо придумать. Есть компания Apple надкусанная, а у нас надкусанный батат. соль, перец, еще один перец, еще один перец, еще один перец. Ну, соль по вкусу, дорогие друзья, если вы влюблены, то, конечно, нужно насыпать больше соли. Здесь есть лук, чеснок, но я предпочитаю еще свеженького добавить чесночка. Сейчас мы все по перчим посолим, чесночок отдельно добавим. Чтобы не мучить себя, чеснок и вас, я его с ним справлюсь по-быстренькому и просто раздоблю, потому что резать я буду слишком долго, а у нас времени в обрез, потому что уже начинается обед, и нужно быстрее, быстрее все нам приготовить. Так, смотрим, как это мы делаем. Конечно же, мы просто убираем у чеснока лишнюю кожу. Слава Богу, это не лук, иначе бы я сейчас расслабилась, и наскоро намазанная тушь моя потекла бы соусом в наш батат. Так, ура, быстрее, быстрее, быстрее. Если бы я участвовала бы в каком-то конкурсе поваров, как вы думаете, что бы было? Жду вариантов ваших ответов в комментариях под этим видео. Ну и теперь, конечно же, все это хорошенько перемешиваем. Молодцы. Знаете, я что-то немножко тупанула, я же хотела напополам его разрезать. Будем, значит, запекать так, как есть, кольцами. Я буду сразу убирать со стола все лишнее. Так, ну что, все, нам теперь осталось всего лишь выгружить наш батат на сло-3. Выкладываем аккуратненько. Значит, мы батат ставим в духовку на 180 градусов, и остается он там в течение 20 минут. Но, конечно, может быть, и может этот процесс дольше занять, потому что все зависит от размера и качества нашего батата. Теперь отправляем в духовку. Тепло, так сказать. Отправляем наш батат в тепло. Отлично. Ждем эту вкусняшку. Эх, жаль, это не... Эх, жаль. Эх, жаль, что мое оливковое масло это не винишко. Ну что, дорогие друзья, какую же историю надо было мне вам рассказать? Наверное, надо рассказать историю про то, как приготовить нежирные оладушки. Вы знаете, как только научусь, как только так сразу. А сейчас важно сказать, что батат на наших столах появился совсем недавно. Вот у меня сегодня. А как у вас завтра появится после просмотра этого видео? Или вы уже готовите со мной? Появление сладкого картофеля, конечно же, разнообразило наш с вами рацион питания. И, конечно же, это блюдо понравится не только взрослым, но и детям. Кстати, вы засекли время. Я, по-моему, забыла. Спасибо всем, кто был сегодня со мной. Обязательно ставьте лайки. Что же еще надо сделать? На самом деле, прелестные. Я довольна результатом. Сейчас я вам отдельно покажу, чтобы он у меня не соскользнул. Так сказать, с пылу, с жару. Сладкий, вкусный. Я уже сняла пробу. И, вы знаете, это стоит того, чтобы приготовить. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И еще не забывайте нажать колокольчик, чтобы он зазвенел обязательно и оповестил вас о моем новом видео. Ваши просмотры вдохновляют меня на съемку новых видео и нахождение новых рецептов. Так что, до встречи. И не забывайте, что вы на кухне с дилетантом. Приятного аппетита. Я побежала и есть. Пока. Хорошего дня всем. Пока-пока. Как вам, кстати, освещение в квартире? По-моему, не очень. Надо как-то перенаправить лампу. Субтитры создавал DimaTorzok